В преддверии празднования Дня города воспитанники реабилитационного центра Садко познакомились с главными достопримечательностями Нового Уренгоя и их историей. Православный храм, аэропорт, парк дружбы, площадь памяти – это только часть мест, где побывали особые дети. Марина Кошмак продолжит тему. Плохая погода не портит настроение воспитанникам центра Садко. Сегодня их ожидает интересная экскурсия по достопримечательностям нашего города. Особое значение этой поездки придает то, что скоро Нового Уренгоя отпразднуют свой очередной день рождения. Детям еще раз показать те места, которые для нас дорогие. Эти наши воспитанники, наши дети, они рожденные в этом городе. Это дети нашего Уренгоя, поэтому им обязательно приятно посещать те места, которые для нас, для всех дорогие. Поездка, я думаю, что им еще раз напомнить о том, что это наш любимый город, это наш родной город, что мы жители Нового Уренгоя. Знакомство с городом начинается с храмового комплекса в Южном районе. Ремонтные работы еще не закончились, но уже сейчас облагороженная территория и красивая архитектура зданий вызывает восхищение горожан. Воспитанники центра Садко фотографируются на фоне новой достопримечательности Нового Уренгоя. Здесь будут и крести, и службы разные будут приходить, будут приезжать разные батюшки с разных городов. Дети отправляются дальше. Впереди их ожидает знакомство с историей строительства Нового Уренгоя. Фото на память особенные дети делают у самого известного в городе памятника Стеллы. Это тоже символика нашего города. Еще одна остановка – площадь памяти и монумент. Теперь дети знают, что этот комплекс примечателен не только красивым видом. Он посвящен героям, павшим за родину в разные времена. Здесь горит вечный огонь. Нашим погибшим воинам. И люди сюда приходят в разное время и возлагают святы. Особый интерес у детей вызвал монумент, возвигнутый в нашем городе к 200-летию со дня победы над войсками Наполеона. О том, что в Новом Уренгое есть такой памятник, воспитанники центра Садко не знали. Наши дети особенные, наши дети с ограниченными возможностями. И как я могла, каким вот языком до них донести, так я им рассказала, не прибегая к тем словам, которые бы употребили для детей, которые учатся в школе. И я думаю, что наша экскурсия детям понравилась. Увлекательная экскурсия закончилась, но то, что особенные дети узнали сегодня, надолго останется у них в памяти. Воспитанники центра Садко теперь знакомы с родным городом и вехами его истории. Марина Кашмак, Николай Александров, служба новостей «Импульс».